Всем привет, это программа в теме и с вами я Анастасия Жукова. И сегодня мы будем говорить нет ни о цыганах и даже не о том, что Алексей Дюмин беспартийный патриот, а о доходах нашей власти. Самым богатым в правительстве региона стал министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов. За год он заработал более 10 миллионов рублей. Самый маленький доход у министра труда Андрея Филиппова 1 миллион 700 тысяч рублей. В его собственности нет даже недвижимого имущества. Справедливо было бы отметить, что на этот пост он пришел в ноябре 2015 года. Вторые половины у высших управленцев земли Тульской на удивление небогатые. Рекордсменом по доходам в 2015 году стал муж начальника главного управления госслужбы и кадров Галины Якушкиной, заработавшей чуть более 2 миллионов рублей. Меньше всех заработала жена Григория Лаврухина всего лишь 21 тысячу рублей. Ну а нам с вами остается лишь удивляться, как такое возможно. Гораздо интереснее оказались декларации депутатов Тульской областной думы. Самым богатым депутатом стал почетный гражданин Тулы Николай Попов. Его доход почти 75 миллионов рублей. Вслед за ним идет Николай Макаровец с 60 миллионами деревянных. А вот у Михаила Иванцова в собственности аж 104 дачных участка плюс земля ПДЖС. Интересные декларации у Владимира Абакумова. Его супруга заработала 26 миллионов рублей. Это в 38 раз больше, чем глава семейства. Любителем автопрома оказался Александр Балберов. На его счету 10 транспортных средств. Он умеет как легковые автомобили, так и УАЗы для грузопассажирских перевозок. Но самое примечательное транспортное средство, пожалуй, у Сергея Артемьева. У него в собственности оказался мотоцикл Харли Дэвидсон. Еще парламентарий в 2015 году умудрился приобрести 8 квартир на доход от предпринимательской деятельности, который, к слову, превысил 16 миллионов рублей. Ну а любителем бездорожья оказался ректор Тулгу Михаил Грязев. У него в собственности по-прежнему снегоболотоход. А еще он задекларировал почти 4 миллиона рублей. На этом у меня все. В заключении соглашусь, что считать чужие деньги не очень-то красиво. Однако согласитесь, это очень интересно.